Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами обсудим Т95Е6, который выложили на продажу. На Евросервере данный набор выглядит следующим образом. В него входит машина, легендарный камуфляж, анимированный аватарчик, есть Х5 в количестве 25 штук, но он только на данную машину. Ну да, поможет вам поднять себе немножко копилок и свой элитный опыт экипажей, но все-таки, ребят, это не поможет вам прокачивать какую-то конкретную ветку. Есть открытое все оборудование, которое в принципе поможет вам сэкономить какую-никакую, а хорошую сумму серебра и слот в ангаре. И за все это, ребят, с вас попросят 35 долларов. Возможно, ценник будет отличаться в зависимости от того, на какой платформе вы играете. И я лично считаю, что это дороговато. На Евросервере за бабло, а вот на Лесте данный набор можно купить за золото. За 17,5 тысяч голды вам предлагают практически такой же набор. Машина, тот же самый легендарный камуфляж, открытое все оборудование, аватарчик, но не анимированный, но по большому счету фиг с ним. Я даже не буду брать его в учет для сравнения. И здесь вместо Х5 в количестве 25 штук, которые есть на Евросервере, вам предлагают приказ на 50 побед. Если вы 50 побед на данной машине сделаете за 10 дней, то получите целых 5 мистических контейнеров. Короче говоря, ребят, за голду, безусловно, предложением гораздо вкуснее. И если бы оно было на Евросервере, и у меня бы данной машины не было, я бы обязательно себе данный аппарат приобрел. Ну а поскольку он у меня есть, я хотел бы сказать огромное спасибо Антонию ФР за то, что он в свое время прислал мне данную машину в подарок. Бро, я до сих пор на ней катаюсь, получаю массу удовольствия и постоянно вспоминаю о том, как мне было приятно данный подарок от тебя получить. Спасибо тебе огромное, побед тебе, мира и спокойствия. Что касается самой машины, если вдруг вас интересуют подробные технические характеристики и данного видео вам будет недостаточно для того, чтобы принять решение покупать или не покупать, обязательно посмотрите те видео, которые будут появляться в виде ссылок вот здесь вот наверху в течение всего видоса. Зайдите, не поленитесь, посмотрите, там есть сравнение с другими машинами, с прямими конкурентами. Короче говоря, дополнительные катки, все, что необходимо для того, чтобы принять взвешенное решение о приобретении данной машины, как за голду, так и за реальные деньги. Что касается орудия, как обычно обсуждаем его в первую очередь, орудие очень классное, очень комфортное, время сведения, разброс крайне приятное, точность у орудия практически шикарная. Что касается ДПМ, то больше 3100 с учетом установленного оборудования и амуниции. Если вдруг пробоя в 258 не хватает, вы можете либо зарядить себе голду, либо поставить себе оборудку на калиброванные снаряды. Но я не рекомендовал бы это делать, потому что да, существенно поднимается уровень пробития, но при этом, ребят, существенно падает ДПМ, потому что поднимается время перезарядки до целых 8 секунд и 25 сотых. А вот если вы поставите на досылатель, то в таком случае время вашей перезарядки будет меньше 8 секунд и это очень комфортно в бою. 400 единиц среднего урона и крайне комфортный угол склонения орудия вниз минус 10, который действительно является играбельным во всех смыслах этого слова. Вы действительно сможете стоять где-то на неровностях, ну и, соответственно, работать от башни, а башня здесь довольно-таки неплохо забронирована. Хорошие углы склонения брони дают хорошую приведенку, как наверху, так и по щекам. И комбашня, на удивление, ребят, является забронированной. Если сравнивать с двумя конкурентами на уровне, а именно столько конкурентов у данной машины и все остальные, в конкуренты ей в принципе не идут, потому что имеют совсем прям разные показатели по ТТХ, то здесь, ребят, максимально прямым конкурентом является Чифтейн МК-6, который имеет практически то же самое орудие. Почему практически? Потому что всего лишь 2 единицы, 2 миллиметра по бронепробитию выше у Чифтейна, и в принципе вы в бою это вообще не ощутите. Что касается скорости полета снаряда, то здесь, да, существенно большая скорость полета снаряда, соответственно, на дальних расстояниях, типа быстрее снаряд будет прилетать. Почему говорю типа? Потому что да, по факту быстрее, но, опять-таки, по еще одному факту, на Т95Е6 неунылая скорость полета снаряда. То есть нет такого, что вы стреляете и сидите с секундомером, засекаете, а за сколько что-то долетит, а за это время соперник отъехал. Нет, ребят, абсолютно нормально, бодро летит снаряд, попадает просто на Чифтейне, это происходит чуть-чуть быстрее, и может быть, если прям совсем сосредоточиться и присмотреться, то разницу вы ощутите. В чем действительно Т95Е6 гораздо круче, чем Чифтейн МК6 и Суперконкуайр, так это в том, ребят, что у него подвижность целых 50 километров. Очень бодро набирает скорость, очень хорошо ее держит, и по сравнению с этими двумя товарищами действительно является более подвижной машиной, как ни крути. Что касается доходности, опять-таки в пользу Т95Е6, если за те же самые результаты вы получите, допустим, там 50 тысяч серебром по Суперконкуайру и по Чифтейну МК6, то здесь будет там, грубо говоря, 55, может даже до 60 доходить. Короче говоря, по доходности, безусловно, машина существенно лучше. Что касается процентов по победам, то здесь тоже в пользу нашего героя, но в целом я бы не сказал, что прям суперкруче, чем у Суперконкуайра, потому что здесь 56-37 против 55-32, в 1% разницы. Ну а что касается Чифтейна МК6, то да, здесь уже на целых 2% разница в отношении количества побед. Но, ребят, в то же время данную машину катает 1796 игроков, при этом две остальные машины катает практически в 2 раза больше, а даже не в практически, а реально в 2 раза больше, еще и больше, чем в 2 раза, даже так можно сказать. Это говорит о чем? Это говорит о том, что, возможно, в этих 1800 игроках кроются те ребята, которые, ну, лучше играют, чем те, которые здесь в этой статистике по двум конкурентам. Поэтому говорить, что прям совсем честный процент по количеству побед я бы не осмелился. Машины играются плюс-минус одинаково. Я бы сказал, что если с Чифтейном МК6 его практически не сравнить, то по Суперконкуайру разница немножко есть в отношении брони, допустим, в отношении количества рикошетов, но в целом не прям совсем разница существенная. Поэтому если вдруг МК6 у вас есть, то очень хорошо вам стоит подумать, а стоит ли брать Т-95. Ну, разве что в коллекцию или для того, чтобы чуть-чуть больше фарма получать. Ну, обсудили все, что можно было обсудить кратенько. Ну, насколько кратенько получилось. Стоя в ангаре, давайте теперь заедем в бой и попытаемся повоевать на данной машине. Попытаемся ее прочувствовать и понять, насколько она комфортная или некомфортная в боях. За себя лично скажу. Мне очень нравится Т-95Е6. Я хотел себе когда-то данную машину, у меня прям мордочка трусилась, так хотелось ее себе приобрести, но все как-то не выпадало такой возможности. В то же время я гораздо сильнее мечтал о Суперконе. И мечтал о Суперконе я где-то в районе двух лет. И потом, когда появилась возможность данную машину взять, я взял ее, не задумываясь, за 20 тысяч золота. И честно, если сравнивать Суперконя с Т-95Е6 за 17,5, то понятное дело, что данная машина куда интереснее будет в отношении экономии вашей голды. Потому что по большому счету вы получаете практически ту же самую машину по ее возможностям, по ее играбельности, по тому, какие ощущения от игры она вам приносит. В то же время вы не переплатите целых 2,5 тысячи. Почему Суперконя дороже ценят, я, честно говоря, не знаю. Стрельба на дальних расстояниях. Абсолютно бодро сейчас в бабаху долетает снаряд. То есть нет такого ощущения, что он еле прям летит. Нет такого ощущения, поэтому скорость полета снаряда, поверьте, как я уже и говорил, в сравнении с Чифтейном вы даже не ощутите. По подвижности. Обалденно передвигается по карте, едет очень бодро. Я сейчас догоняю Хэвика, поеду вместе с ним, составлю ему компанию. И в этом машина действительно, можно сказать, имба на уровне. Стоит отметить, что это один из двух танчиков на уровне, которые передвигаются по карте с такой скоростью. Там еще есть объектик. Но объект это все-таки машина немножечко другая. Там другая система бронирования. Там совсем все другое. Поэтому все-таки сравнивать прям полноценно я бы не рекомендовал. Только разве что в разрезе подвижности. По точности орудия. Очень точное орудие на любых расстояниях. Блин, довернулся. Ну ладно, едь сюда. Очень точное орудие на любых расстояниях. Время перезарядки нормальное, комфортное. Время сведения тоже приятное. Короче говоря, по орудию одни сплошные позитивы. Я лично негативов в этой машине по орудию не вижу вообще никаких. Да, конечно, можно было бы там прям совсем позажираться. И сказать, что эх, мне бы немножечко добавить к скорости перезарядки. Но, ребят, в целом, с учетом того, какое количество альфы с него вылетает за это время. Но было бы совсем нагло требовать от него больше. Сейчас заберу вот этого товарища. И весело поеду дальше своим помогать. Итак, на моем счету уже два фрага. Как-никак что-то я тонканул. Я смог нанести нормальное, в принципе, количество урона в такой вот схватке. Спасибо большое союзникам, безусловно, за то, что они меня поддержали. Но, в целом, машинам крайне комфортно. Так, поехали. Сейчас понабрасываем уроном максимальное количество. Надеюсь, меня не заберут. Ай-яй-яй-яй, отъехал. Ладно, подожду, пока выйдет. Бабаха, давай, уходи. С прострела. Очень хочу третий фраг забрать. Прям очень-очень хочу. Для этого мне необходимо было, чтобы союзники мне его оставили. Времени перезарядки чутка не хватило. Но, согласитесь, 7,7 секунды это больше, чем достаточно для того, чтобы перезаряжаться и накидывать альфы в районе 400. Теперь давайте посмотрим на результаты по бою. И скажу откровенно, вот такие бои на пиране практически постоянно. То есть тот результат, который мы сейчас увидим, это стандартное плюс-минус значение для практически всех боев на данном тяжелом танке на 10 левеле. Вас не бросает кому-нибудь уровнем выше, потому что выше просто крыша. 3860 единиц урона, два сделанных фрага. И приблизительно вот так данный аппарат отыгрывается постоянно. И хочется также отметить, что в отношении фарма машина тоже довольно неплохая. Да, у меня там стоят сертификатик Х2 стоял, поэтому увеличивается моя результативность. Но, ребят, согласитесь, фарм довольно не кислый. И даже если бы не было Х2, то все равно довольно неплохо я бы за бой сейчас вывез серебра. Теперь, что касается моей результативности по команде. То в команде я занимаю железобетонное первое место. И даже если бы как-то так сложилось, что я отыграл бы чуть хуже, все равно своих 3000 урона я бы сделал и занял бы, ну хорошо, второе место. Что касается, ребят, позитива лично для меня в пиране. И опять-таки еще раз, Антонио, огромное тебе спасибо. Вот в этом вот квестике, в котором необходимо наносить урон, я как раз на пиране львиную долю и сделал. Потому что от боя к бою я вполне спокойно вывожу от 2700, это как практически минималочка, и до 3800, как это было сейчас в бою. Вот такая вот пиране, покупать или не покупать, безусловно, решать вам. Ровно как и вам решать, подписаться ли на канал, но я вас очень прошу это сделать, потому что только ваши подписки, ваши лайки, ваши комментарии смогут помочь мне развиваться, расти и конкурировать с другими ребятами, которые есть уже на ютюбе, оккупировали его и не хотят подвинуться для того, чтобы мне тоже места хватило. Спасибо вам большое за понимание, спасибо за просмотр. Возвращайтесь на канал, мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok